На Земле примерно от 9 до 1 миллиона лет назад проживали гигантопитеки, которые являются вымершим родом человекообразных обезьян. Местом их обитания были территории современной Индии, Китая и Вьетнама. Первая находка целой челюсти гигантопитека в 1956 году доказала, что она принадлежит именно огромной человекообразной обезьяне. Ученые предполагают, что их рост достигал 3, а иногда даже 4 метров, а вес мог составлять от 300 до 550 килограмм. Таким образом можно утверждать, что гигантопитеки были самыми крупными обезьянами за всю историю Земли. Однако хочется отметить, что ввиду наличия небольших частей скелета примата, такие расчеты были сделаны на основе общих пропорций строения скелета современных обезьян. Одни исследователи считают, что гигантопитек является предком современного орангутана, другие же считают его более близким к нынешним гориллам. В позднем плейстоцене гигантопитеки могли столкнуться с людьми вида Homo erectus, которые уже активно проникали на территории Южной и Восточной Азии из Африки. Данные приматы, скорее всего, были травоядными и передвигались, опираясь на 4 конечности. В рационах питания состоялось бамбука и сезонных плодов. Такой вывод последовал ввиду строения их зубов, которые предназначались для пережевывания растительности. Еще одним доказательством тому, что гигантопитеки питались бамбуком, является находка их окаменелостей рядом с окаменелостями бамб, которые, как известно, питались исключительно бамбуком. Однако существуют некоторые предположения, которые доказывают и то, что гигантопитеки были всеядными. Так, в 1957 году была найдена челюсть примата вместе с костями крупных травоядных животных. Что же сказать по поводу интеллекта гигантопитека, то ввиду отсутствия полной черепной коробки и опираясь лишь на размеры челюсти, можно утверждать, что объем их мозга был больше современной гориллы. А ведь самый большой по объему мозг гориллы превосходит по размеру наименьший по размеру мозг человека. А значит, их интеллект примерно сопоставим с интеллектом пятиконтропов. Интересен тот факт, что в тех же слоях порой обнаруживается огромное орудие труда, сделанное из камня. В руках такие орудия будут держать сложновато, особенно учитывая небольшой размер руки пятиконтропов и других древних людей. Такие находки заставляют еще раз задуматься об интеллекте гигантских приматов. До сих пор нет точных объяснений тому, что же все-таки стало причиной их вымирания. Ученые считают, что всему виной послужили различные климатические изменения, а также высокая конкуренция за еду со стороны проживающих в то время панд людей, которые были более приспособленными. Также не стоит исключать тот факт, что стала меняться фауна, которая и являлась основным источником питания, и что эти гигантские приматы в принципе могли быть истреблены древними людьми. Ведь не случайно их численность резко сократилась с появлением человека, прямоходящего примерно 1 миллион лет назад, в то время как особых климатических изменений и изменений растительности не зафиксировали. Субтитры создавал DimaTorzok